И вот все мне задают дивный вопрос, почему я занимаюсь строительством домов. По одной простой причине я этим делом занимаюсь. Пункт номер один. Мне, честно говоря, уже очень и сильно не нравятся вот эти панельные дома каркасного ржевичного строения. То есть, по сути, это общаги. То есть, вы там покупаете, что вы там покупаете. Даже если что-то с домом случится, то ваша зеленочка это будет ничто. Потому что вы покупаете место в квартире. Вы не покупаете место дома. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если что-то случится, у вас все, ничего не получится. Гораздо проще все-таки взять зеленку на дом. Уж, по крайней мере, если что-то случится, земля-то останется. Вопрос номер два. Почему я говорю о малоэтажном строительстве и небольшом строительстве, еще и о панельном строительстве? Потому что из этих вещей делаются дома. И почему я так говорю? Потому что, ой-ой-ой, как мне в этой жизни-то удалось пожить. Вот. Для чего я это объясняю? Потому что вы должны понять, что гораздо проще не влазить ни в ипотеку, никуда. Вот такой дом, ну, допустим, он стоит 400 тысяч рублей. Что сложного? Просто не покупайте себе дорогую машину, построите себе на небольшой дом. А уже потом можно купить что-то подороже. Другой вопрос. Кому все это нужно? В реальности сейчас гораздо проще купить нормальный электромобиль, сделанный в Китае. 6,5 тысяч долларов. И он уже ваш. Нормально? Вот. То есть баш на баш получается. Мы начинаем жить подешевле. Так что, господа. А я говорю, это не для тех господ, у которых все шикарно. Пятое, десятое. Нет, я говорю, для тех, кто только-только закончил институт. И кто хочет себе сделать недвижимость, в которой он живет и будет жить спокойно. Оптимальный вариант. Позвонить в компанию Таурус и вам сделать замечательный дом. А сколько можно построить? Давайте проведем сравнение. Почему наш город стал самым дешевым? Перенастроили много. Но, простите, никто не будет трешку в Ленинском с евроремонтом продавать меньше трех с половиной миллионов. То, что строится задешево, это типа студия. И она почти 800 тысяч рублей. Почему я ратую за мелкострой? Ну, как вам сказать. Мелкострой грамотный, способен вам заменить многое. Вы вообще дома часто находитесь? Если нет, то вам не надо гоняться за квадратами. То есть у каждого дома есть еще и свой огород. И, кстати, насчет счастья. Более или менее счастлив человек, когда он не тратит на еду всю свою заработанную сумму. Поэтому я сторонник малоэтажного строительства на своей земле. Причем я-то в жизни многое прошел, и не дай бог каждому. И говорю, проще дом за 500 тысяч рублей с огородом, чем студию. А это может сделать любой. Люди перестают уже скептически относиться к новым современным технологиям, в частности, каркасно-панельного домостроения и СИП-панелей. Раньше все эти стереотипы, они достаточники были очень актуальны для них. И жестко они к ним приравнивались, что дом шлакоблочный, кирпичный. На сегодняшний день очень хорошо и динамично развивается эта технология. И тем самым мы хотим показать, что не нужно бояться. Очень много объектов строится как нашей компанией, так и другими параллельными компаниями в других городах. И, соответственно, строятся не только жилые дома, но строятся и детские садики, и школы, и многоэтажные дома по этой технологии. И совершенно не надо бояться. Надо просто смотреть на шаг вперед, следовать новым технологиям и стремиться улучшить свое качество жизни. А вот немножко сейчас расскажем, чтобы народ просто... Я не буду это показывать, это все действительно здесь понимают. То есть мы говорим, вот ваша стена, которая стоит здесь. Сколько нужно будет шлакоблока, сколько нужно будет кирпича, сколько нужно будет дерева, чтобы вот вашу стену можно было заменить? Я понял. Смотрите, за моей спиной объект размером 7 на 5,5. То есть это получается чуть больше 35 квадратов. Внутренняя полезная площадь получится порядка 32 квадратных метров. Это с учетом того, что стены тонкие. Если были бы эти стены из шлакоблока, то их толщина должна была быть 1,20 метра. Соответственно, внутренняя полезная площадь бы уменьшилась в разы. Если эти две стенки сравнить по теплосберегающим качествам, то есть шлакоблочная стена должна быть 1,20 метра, а стена из сэндвич-панели должна быть 174 мм. Вот так вот люди должны понять, да, немножко? Кое в чем доехать. Ну, теперь другой вариант. Все-все-все готовы шлакоблок, шлакоблок, шлакоблок. Окей. Я не говорю, что шлакоблок будут строить, извините, россияне. Вот, скорее всего, людей притащат непонятно откуда, да? Люди, приехавшие непонятно откуда, и надо заработать деньги. Это нормальное явление, да? Как они будут делать, абсолютно непонятно. Что внутри у них получится? Ну, на сегодняшний день этот вопрос, он самый актуальный, как бы. И никому не секрет, что в основном вкладкой занимаются шлакоблочные домы люди с ближнего зарубежья. Вот, ввиду того, что, может быть, они какие-то суперспециалисты, хотя особого качества строения, постоянно люди ругаются. Вот, соответственно, именно шлакоблок – это тот элемент строительства, который доступен у нас в городе. То есть у нас в городе комбинат металлургический, у него отходное производство – это шлак. Из этого шлака делают родной шлакоблок. Соответственно, все думают, что это получается у нас дешевый элемент строительства, поэтому они тратят на это деньги и при этом здоровье. А теперь внутри что? Вот я посмотрел, ваши сип-панели, они шикарны, да? Просто немножечко надо стружечку пенопластовскую, которую вы сейчас делаете, убрать, и, по сути, можно же начинать строительство внутри. Правильно заметили, полы, стены и верхние перекрытия получаются идеальные роны. Ввиду того, что сами сэндвич-панели, они на производстве уже изготавливаются из ровных компонентов, приезжают на строительный объект, они в целом сегментом, то есть сама готовая сэндвич-панель. При установке, допустим, горизонтально или вертикально, их дополнительно не надо ни выравнивать, ни штукатурить, ни шпаклевать, достаточно срезать пену монтажную с наружной стороны. Кому как нравится, может покрыть яхтным лаком, либо водоэмульсионной фасадной краской, штапиком заделать соединение. Внутри достаточно жидкие обои, ламинаты, натяжной потолок, вся отделка будет у вас готова. К слову о том, кто строит. Да, Таурус строит. И хватает ему меня. Каков смысл платить много? Ну зачем? Панельные дома лучше и прочнее, да и стоят недорого. По сути, вам надо понять, тем, кто ранее работал руками. Построили ли дом, а доделывать можете сами. И у каждого есть навык строительства. Тем более я вам говорил об инструментах. Конечно, было бы круто распределить усилия по всем каналам, но зачем? Потому как стройка – дело мужское. И я вам рано или поздно это докажу. Вот сегодня мы пришли, практически ничего не было. Вот здесь был фундамент. Вот. Не так долго мы постояли и уже все готово. То есть, если говорить спокойно и честно, то за необходимую вам сумму, 2-3 месяца, дом будет полностью готов. Представляете? Полностью готовый дом. Вы где-то такое вообще видели? Если вы нигде такого не видели, то вам только появится и необходимо будет зайти в компанию Таурус. Дело в чем заключается? Она эти дома и строит. Другие тоже строят. И мы тоже показываем других. Но, тем не менее, с большим удовольствием я бы вам говорил о необходимости панельного строения из СИП-материалов. Поверьте мне. Я-то знаю, что такое пенопласт. Так вот, пенопласт качественный и нормальный. Во-первых, он не сгорает. Во-вторых, он упакован СИП-панелями. В-третьих, уж поверьте мне, лучше вот такую стену вам поставить, чем полтора метра.